всех приветствую себя на канале дорогие мои рукодельницы с вами я вера и это продолжение видео о моих продвижениях и новых процессах в моем проекте неделя стартов я никого не приглашала в данную неделю стартов я это просто решила сделать сама для себя многие этим занимаются итак у меня сегодня 3 3 день неделя старта вчера мне выпало число 3 ну выпало да так в кавычках я сама выбрала себе число или 2 или 3 генерировалась и выпало число 3 под третьим проекта по третьим номером у меня проект голубая кофточка которую я вижу по данной картинке из этой картинки я взяла только узор цвет ну в принципе все остальное будет вязаться как кофточка на застежках две полочки спинка и два рукава и так давайте посмотрим что у меня на данном этапе уже связалась а для начала что я сделала ну естественно я связала образец для того чтобы во первых посмотреть как это будет выглядеть ну и в третьих чтобы знать сколько мне петель набирать для того чтобы вписаться в свой размер значит я перерисовала схему этого узора сделала расчет небольшой по своему образцу и получается что меня на спинку надо набирать сто двадцать восемь петель плюс две кромочные для 2 кромочные так по образцу пряжа еще раз покажу пряжа картопу 100 граммов 300 метров спицы четыре с половиной 4 я вижу спицами номер номер сейчас минутку чтоб уж быть точной потому что я взяла их на глазок 375 не четверка четверка где-то тут промелькнул размер почему я взяла вот четверка фокус есть надеюсь вы не верите 4 вот так вот почему я вижу на бамбуковых спицах я значит связала вязала образец вот вот это вот не сведите это вязано на металлических спицах но у меня как-то знаете все соскальзывало или пряжа такая вот мягкая она такая вот эластичная у меня почему-то постоянно соскакивали петли я вот тут вот так как держала плотно что прям вот не знаю я потом думал что-то не то ну-ка дай-ка я возьму деревянные спицы бамбуковые и вот этот уже второй узорчик вот этот вторая часть у меня связано на бамбуковых спицах но тут правда немножко даже еще и ошиблась и поэтому решила еще раз перевязать вот вот уже на вот этих бамбуковых спицах у меня получилось более лучше симпатичнее и правильно вывязался узор здесь вот на бамбуковых не будет ой на металлических не очень и так 128 петель плюс 2 кромочные на спинку я уже связала 3 раппорта узора посмотрите какая красотень у меня получилось а узорчик полосочки но я думаю вот здесь вот 60 сантиметров я надеюсь что 60 и вот вот такая часть изделия у меня уже готова поэтому я вешаю сюда маркер и и и чтобы знать следующий раз ну и так понятно что у меня три рапорта ну на всякий случай что было три рапорта и сколько я потом уже провяжу следующий раз вот просто 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 полюбуйте это мне кажется удачно подбирается цвет голубой желтым но здесь еще есть вообще-то тут белая желтая белая желтая полоска ну я даже не знаю что то я белую не хотелось запускать пускай будет желтенькая все хотя может быть и надо было бы но уже поздно вот сюда надо было белую полоску тогда желтая белая желтая белая сюда надо было белую полоску чушь я ее не запустила там может переделать но нет распускать целый раппорт не буду ладно на спинке пускай будет так это же спинка все поэтому я вам показала рассказала старые бамбуковые спицы китайские но вяжут вяжут вот у меня проблема с спицами тройка три с половиной четыре не хватает надо запасаться побольше спицами именно вот этих размеров но в основном потому что вяжется именно именно такими номерами спиц так начало второго проекта у меня есть и теперь давайте пойдем дальше ну после того как я закончила данный образец связать или вот начало своего изделия то надо было бы конечно честно говоря сгенерировать опять число и чтобы мне выпало но так как я вчера немножко схитрила для себя и выбрала цифру два или три вчера выпала троечка сегодня я просто решила вернуться и взяла цифру два уже самостоятельно под цифрой два у меня изделие под названием золотую руну сначала хотела золотая рыбка но немножко переделали название так как мне подсказали посоветовали назвать свое изделие золотую руну напомню с какой пряжи пряжа ярнар арт пиарл это стопроцентная вискоза 90 грамм 270 метров это пряжа в виде шнурка то есть это не скрученные нитки как мы привыкли это вот такой вот шнурочек он конечно если дернуть его за веревочку он конечно распускается но мы этого делать не будем данный шнурок очень мне напоминает цепочку золотую вот очень такая интересная красивая пряжа которая просто восхищена от этой пряжи у меня таких моточков шесть и вот значит из этой красивейшие пряжи просто красивейшая пряжа разговора нет я вчера вернее сегодня или вчера не знаю я уже закончила вот этот голубенький начало голубого голубого запуталась пардон еще сначала значит я вчера уже поздно вечером провязала вот эти вот три рапорта узора и думала то ли спать вечно то ли начать дальше и получается что так рано утром или поздно ночью я не знаю часа 3-4 это уже утра было и я все таки не удержалась и взяла пряжу и начала вязать это будет кофточка регланом вот такой реглан это изнаночная сторона или лицевая сторона очень плохо непонятно очень плохо видно да вот это вот лицевая сторона вот реглан здесь просто лицевые ряды реглан так ну вот как бы это все показать прям не знаю на спицах все это да ну вот понятно вот горловина горловина небольшая небольшая горловина здесь провязана резиночка 1х1 затем росток обязательно 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 связан росток вот в таком плане ну то есть здесь росток вязан как обычно петли на рукаве доходишь до петель рукава и разворачиваешься то есть вяжется реглан потом петли рукава разворачивается идет в обратную сторону здесь точно так же провязываешь реглан потом захватываешь 3-5 петелек и разворачиваешься обратно то есть здесь нормальный росток не так как в кардигане угол который да здесь нормальный росток вывязывается вот таким образом здесь нету ничего такого нового для меня допустим да здесь просто набор петель небольшая резиночка росток спереди ой росток сзади небольшой росточек тоже спереди это изделие прям под горлышко то есть вот эта горловина идет прям под горлышко вот здесь вот тоже сделала несколько прибавок потом ну чтобы вот так было здесь будут кнопочки тут уже никаких пуговиц потому что здесь такая скользкая эта пряжа что здесь не будет никаких петелек а будут кнопочки и все и вяжем вниз петли реглана и просто лицевыми петлями ну посмотрите какая красивая пряжа я не знаю как она вам будет отражаться конечно на экране но это просто красотень красотень прелесть прелестная мне очень нравится я вывязала один моточек вот видите осталось немножко я уже все сил не было ну и потом думаю покажу как я все думала на чем он там намотан на чем нам намотан оказывается вот здесь такая вот ну как пробка что ли и вот на нее наматывалась эта пряжа потому что она очень скользкая и разъезжается в разные стороны здесь один моток в общем так да один моток чуть совсем запуталась в ниточках так пряжа цепляется в каком плане ну вот даже если небольшая заусенится на ногте где-то там да то она может зацепиться и немножко вытянуть кусочек пряжи да ниточку такую маленькую может вытянуть поэтому надо быть здесь немножко мне аккуратнее я уже это поняла но я стараюсь это аккуратно вязать ногти все свои спилила чтобы не цеплялась я ничего сначала мне это далось немножко с трудом никак не могла понять и почему я все таки начала вязать именно изнаночными да изнаночной гладью то есть все лицевые петли по изнаночной гладью я понимаю что это вискоза и она все равно будет тянуться вот она сейчас такая вся присборенная но если ее как бы потянешь вот она такая вот да и она все равно будет тянуться вытягиваться при носке и вот именно вот этот вот узор ну это даже не узор просто обыкновенная изнаночная гладь то есть все лицевые петли что по изнанке что по лицевой стороне и она вот смотрится очень обалденно очень красиво смотрится вот все таки я говорю не удержалась и без всякого генерирования я начала вязать этот проект тоже что теперь у меня получается у меня получается что у меня в работе три новых проекта это кардиган углу это начало голубой кофточки и начало вот этой кофты под названием золотое руно из вискозы те проекты которые я себе еще записала довязать кофточку английской резинкой я ее закончила получилось не кофточка а безрукавка кстати не так уж и плохо потом значит мне надо еще довязывать свой синюю свою кофту которая у меня в долговязах и носок и как теперь быть и с чего теперь начинать получается раз два три четыре у меня изделия носки я не считаю за работу но еще хотелось бы мне тоже что-то вязать крючком и вот знаете вот я такая все-таки вчера и сегодня я была не дисциплинированная и с помощью генератора генератора чисел я все-таки отошла от этого значит я показывала что у меня есть вот такие моточки ализе ализе cotton gold fine такая синяя это как джинс еще серенькая есть я вот хотела из этой пряжи связать себе какую-то майку да майку и что я тут тоже вот набрала петельки сделала небольшую вот такую типа это не резинка просто как бы начало изделия и дальше я пошла пробовать тунисским крючком вот это вот здесь уже тунисский крючок нитка тонкая на 100 грамм 660 метров получается я вязала из такой пряжи себе уже кофточку летнюю в прошлом году и понятия имею да и представлениями как это пряжа ложится держится она очень себя хорошо ведет и поэтому думаю тоже что то связать в общем набрала еще себе проект взяла себе в работу это значит будет у меня я думаю что это будет ну такая летняя кофта типа футболки но буду ее вязать тунисским крючком тунисский крючок это номер честно говоря не знаю уже ну как бы стерлась но это по моему два с половиной или тройка крючок на такой вот лесочке и аккуратненько потихонечку вяжем можно было конечно вязать и простыми крючками ну то есть простое вязание крючком но что то в этот раз думаю надо попробовать все таки вязать тунисским крючком но в принципе что пробовать вязать мы уже пробовали знаем и вчера вот набрала еще вот такую вот себе заготовку пряжа здесь темненькая поэтому вязать ее надо в основном днем когда светло в общем будет это у меня тоже заготовка лежать посмотрим что из этого получится ну и все пока на этом дорогие мои я в общем завалила себя работой как и обещала что наберу себе проекты и какие теперь проекты мне продолжать вязать я не знаю то ли у меня сгенерировать число получается что же у меня получается в итоге что получается в итоге мне надо теперь получается вычеркнуть из списка вот эту розовую кофту которую я вязала крючком она мне уже как бы не нужна потому что я ее сделала и вот эту вот пятый номер я не знаю носки довязывать у меня здесь получается четвертый у меня здесь здесь как ее футболка будет да пускай будет это футболка футболка туниевским крючком получается здесь просто переставим местами эти проекты здесь будет пятый вот этот вот а это сюда шестой довяжем и пятый у меня будет довязать кофту получается у меня пять проектов носок у меня пока зависает раз два три четыре пять ну если теперь только сгенерировать для себя число и посмотреть что мне нужно будет вязать сегодня вечером но я так думаю я наверное буду вязать теперь то что я посчитаю нужным то есть я уже набрала себе пять проектов и дай бог мне с этим всем справиться пока на этом все дорогие мои не скучайте ждите новостей следите за моими продвижениями я постараюсь вам отчитываться о своих продвижениях что я связала как я связала на какую на каком этапе я буду что-то у меня такой запал был сначала знаете вот быстрее быстрее начать новые проекты а теперь у меня запал какую первую кофту мне довязать может быть вы проголосуете за какой проект мне браться в первую очередь и его продвигать но для этого чтобы быть уже честными перед собой перед своими зрителями поэтому давайте еще раз пройдемся по моим проектам которые я себе завела по вязальным своим делишкам так значит это кардиган угол так он пока будет называться значит здесь я уже на таком этапе что уже мне скоро придется заканчивать эту кокетку и выходить на пройму реглан смещенный смещенный реглан еще называют японский какой-то там японская кокетка господи как угодно называют мне кажется по-русски это было просто смещенный реглан ну может быть и японцы первые придумали не знаю девчонки в общем вот это вот такая вот деталь спереди угол по бокам то есть по плечам прям по середине плеча угол и угол со стороны спинки идет если это все довязывать она становится углом а потом уже надо будет вязать боковые стороны туда и обратно но это в процессе вязания значит первое это у меня вот этот вот кардиган углу первое второе у меня пряжа виску за золотое руно здесь просто вяжем туда и обратно туда и обратно но здесь практически тоже уже концу подходит реглан я уже практически тут уже скоро 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 уже выходишь на финишную прямую то есть на пройму да потом надо рукава будет спустить на нить и уже вязать потом кстати как она переливается вообще класс вязать вот пройму уже здесь тоже практически здесь еще несколько сантиметров но только знаете одно вот что я на эти спицы ой я на эту вискозу тоже взяла бамбуковые спицы как и на эту пряжу я взяла тоже бамбуковые спицы как и вот на эту пряжу то есть я же вязала начала вязать образец металлическими потом перешла на бамбуковые здесь было то же самое сначала я вязала металлическими спицами ну железными да от там неважно от кого производство пряжа скользкая и соскальзывала уже под вечер у меня болели вот эти вот пальцы держать постоянно спицы и держать нитку потом думаю что я мучаюсь дай-ка я посмотрю есть ли у меня в запасе еще деревянные такие спицы это спица 3,5 вы знаете когда я взяла вот эту спицу у меня работа пошла быстрее не надо ее уже так держать чтобы ну не соскакивали петли и уже намного быстрее одно только плохо конечно что здесь вот эта вот трубочка такая вот но ничего вот здесь вот тоже вот трубка такая есть такие деревянные с металлическим тросиком ну ничего зато она не это не убегает никуда а то вот когда спицу перекидываешь петлю и они вот отсюда могут с эти петельки соскакивать потому что очень скользкая пряжа так что вот это второй проект это значит кофточка под названием золотое руно третья это кофточка голубая вот это вот еще раз вам ее покажу тоже красота тоже красота вяжется рисунок быстро быстро я очень быстро связала вот эту вот вот эту вот часть три рапорта мне кажется если еще там примерно два рапорта наверное и уже пройма наверное будет или три рапорта я правда честно говоря даже не замеряла сколько здесь длина получилась просто вот так вот на глазок связала и все значит это у меня получается третья нет третья четвертая это футболочка из хлопка и пятое это довязать вот эту вот кофту две половинки есть но я уже показывала уже несколько раз есть несколько раз показывала значит две половинки есть вот у меня теперь спинка набрана и надо вязать спинку вот и все пять проектов давайте сделаю так сегодня у нас уже четверг заканчивается пятница суббота воскресенье я буду вязать то что я хочу вязать а уже в понедельник я вам отчитаюсь и покажу что я продвинула что я продвинула и на чем у меня становилась душа как говорится на чем у меня застряли мои руки и что я вперед буду вязать давайте я договорюсь так сама с собой или договорюсь с вами что я потом вам все покажу и расскажу уже о том что я вязала как я вязала что я продвинула ну и все остальное Извиняюсь за сегодня такое вот сумбурное видео Что-то у меня из головы может повылетало И слова какие-то лишние получились Но я сегодня такая вся была в работе Немножко уставшая И немножко мысли у меня путались Ну и все пока, девочки Спасибо вам за комментарии, за ваши просмотры Неделя стартов моя закончилась То есть я уже стартанула Новые проекты навязала Получается буду продолжать Закончила еще одну работу Слава Богу, хорошо И посмотрю, что у меня получится дальше Поддерживайте меня комментариями, лайками Можно и дизлайк поставить Не возражаю, пожалуйста Всех целую, всех люблю и обнимаю Всем пока-пока